Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн и это игра Under the Cloud Catcher Chronicles Надеюсь, я правильно прочитал, но хотя бы так, отдаленно правильно, потому что английский язык я не знаю, а игра полностью на английском языке и из этого я сразу же вас прошу не бомбите. Ребят, здесь я вам не смогу рассказать, что за квесты я беру о чем в них идет речь, не смогу вам рассказать о сюжете В этом видео мы посмотрим первый раз я первый раз буду играть, первый взгляд, так сказать, небольшой обзорчик на игру такой, ну, 25 минут геймплея возможно, потом я продолжу дальше проходить потому что игрушка довольно-таки, на первый взгляд, интересная по видео, по крайней мере, которое я смотрел и надеюсь, она вам понравится если вам понравится игра или мое видео, то обязательно подписывайтесь и, когда подпишетесь, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео и обязательно ставьте лайк, набираем достойное количество лайков или комментариев, позитивных, так скажем, да, ну или вообще просто ваше мнение мне интересно по этой игре, то из этого всего я сделаю вывод стоит ли продолжать игру или нет сразу могу сказать, у меня лицензионная версия, да, как бы в стиме купленная точнее, подарена разработчиками мне на обзор или дана, наверное, да, предоставлена на обзор, вот так вот поэтому, ребят, я не смогу вам не дать никаких ссылок на пиратскую версию или еще где-то конечно, есть, я вот искал информацию об игре есть, конечно, ссылочки на пиратскую какую-то версию но они не проверенные мной с каких-то непонятных сайтов поэтому я не буду вам эти ссылки давать когда, если появится когда-нибудь у меня ссылка на проверенный источник где можно скачать пиратскую версию то обязательно эта ссылочка появится у нас в группе ВКонтакте на которую тоже подписывайтесь там очень много ссылочек на разные игры которые я тем или иным образом обозревал, играл или еще как-то показывал вам давайте же начнем потихонечку начнем от создания персонажа я, конечно, уже создавал, чтобы посмотреть ну хотя бы примерно, что из себя игра представляет чтобы, знаете, так, а на какую кнопку нажимать ну чтобы вот такие моменты не тупили то есть буквально полторы минутки в самом начале я уже поиграл здесь мы можем выбрать мужчину или женщину и мы не сможем выбрать то есть название нашего персонажа мы не сможем выбрать потому что его вроде бы будут звать Йондер здесь можно выбрать вот цвет кожи, конечно же конечно же цвет кожи давайте такой подзагоревший, да цвет волос блондинистый нет, давайте красные волосы выберем и здесь вот можно выбрать, ну так сказать мужиткость, наверное, мужиткость наверное, да, торса, да здесь худобу и толщину ну и, конечно же, цвет глаз в принципе сам персонаж, он такой, честно говоря, немножко странноватый особенно меня очень напрягают руки-червяки или руки-варежки без пальцев ну ладно, это стилистика игры на самом деле очень прикольная такая графика она вроде бы простая, но в дальнейшем это будет очень интересно смотреться ну что ж, давайте начнем в начале нам тут описывается кое-что но и в это время я не смогу вам прочитать, что здесь написано я смогу вам прочитать Йондер Зе Клауд Катчер Хрониклс это приключение, действие которое развивается на острове Гемея который выглядит настоящим раем но здешние жители в отчаянии, ведь их земли окутаны гнусным мраком стань героем Йондер и исследуй Гемею чтобы раскрыть тайны острова и таинственные истины внутри себя вступи в союз с духами, обладающими уникальными способностями развеять мрак и спаси Гемею и ее жителей вот как-то так и даже уже на первый взгляд, как видите уже неплохо игрушка смотрится вот наш собственно и персонаж и уже сразу с фонариком мы можем побегать в принципе все, это уже начало игры мы появляемся на корабле и можем даже поговорить с экипажем корабля но я также еще вот есть несколько описаний этой игры, да ваш герой попадает после необычного магического шторма на загадочный остров под названием Гемея на котором вам придется раскрыть очень множество тайн ребята, это ферма это игра в стиле фермы об этом не забывайте ну и вот здесь вот собственно уже продолжается, да, давайте сюжет вот мы идем в шторм видите, дождь начался такое уже начало довольно-таки интересно и вот когда отдельно персонаж смотрелся ну не очень как-то он выглядел но вот так вот в атмосфере вот этой стилистики и графики довольно-таки прикольно все смотрится на самом деле кораблик такой довольно-таки существенно вон там острова впереди какие-то но мы попадаем в шторм и как видите мы попадаем в какой-то в какую-то землю духов видите духи разные, да то есть разных деревьев зимы то есть это это возможно разные биомы, кстати это возможно разные биомы и вот это какой-то дух нам говорят нажать на R это собственно как это бы сказать здесь мы можем посмотреть квесты и посмотреть направление на эти квесты это у нас как бы маяк или что-то типа такого довольно-таки интересная штука сделана и выглядит прикольненько тоже да и сам вот этот вот дух очень красавушный, да ну и вот здесь нам рассказывается типа что сделать и как видите оп и мы появляемся уже где-то непонятно где на самом деле и это игра песочница конечно же я только из-за этого на нее обратил внимание я вижу вон там сундук лежит видите, но перепрыгнуть я не могу я не могу в воду попасть к сожалению наверное туда я смогу каким-то другим путем когда-нибудь добраться нам, конечно же вглубь пещеры атмосфера игры очень прикольная очень такая необычная очень забавная я бы сказал что, побежали? к сожалению пока что я наверное потом как-нибудь у меня появится возможность взаимодействовать с этими ящичками как видите я ничего не могу делать побежали дальше вот это я знаю вот здесь вот я этот подобрал и вот здесь вот остановился дальше я уже не проходил так что дальше для меня так же будет все с первого раза дверь что ли какая-то непонятно может быть потом какие-нибудь тоже как-нибудь это можно будет разбирать ну не знаю предположим изучить типа что это такое о человек типа это я так люмие я так понимаю это вот как раз таки духа о которых идет здесь речь видите он со мной начинает как-то пропал так я вот сюда могу спуститься тут у нас что интересно есть что-нибудь вкусненькое а вы видите смотрите явно явно вот эти стены можно будет потом ломать не зря сюда вот можно спуститься в данный момент скорее всего вот эти вот наверное можно будет ломать или как-то разбирать может быть так давайте вот здесь вот так вот заберемся на самом деле очень 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 приятно очень приятная такая графика и атмосфера вот я камушек увидел ничего такая знаете душа собирателя сразу хочет все собирать ну я так и знал есть но они просто очень выделяются вот предметы которые видно прям вот собирать можно что это такое а это вот как раз таки темнота наверное с которой как раз таки духи будут бороться ну в принципе тут и так это понятно было достаточно миленько все так очень красочно и понятно это выход у нас из пещеры а это в мувике показан классно ребят очень красавшно симпатяшно так довольно таки блин прикольно и вот то есть вилдж что-то а можно компас открыть и карта говорит на м есть ну-ка давайте нажмем ага воскресательные знаки что-то что-то не прогресс какой-то окей и на р как раз таки вот компас вот у нас задание видите здесь выполнены ну понятно и вот даже видите направление идет это круто на самом деле то есть не будут проблем с тем чтобы найти куда бежать так и вот кстати в мувике был показан такой момент он как-то а он сам открывает вот это шар и ребят сам открыл зонтик и то есть полетел какой-то мне бутылочку дали так вот какой-то камень явно с ним взаимодействовать можно будет интересно чем-нибудь еще собрать можно а вон палки вон палки ага ну это точно так что-то вот лежи тоже слышите урчание котика какого-то блин прикольно то есть ну если это это ферма именно жанр игры ферма я уже говорил наверное или не говорил ну в общем да это жанр игры ферма здесь нам придется строить развиваться растить продавать и как-то продвигаться в карьерной лестнице фермера но понятно что и строится скорее всего и конечно же первое что с чего начинается любая ферма это со сбора это прикольно ребят я кстати недавно уже показывал одну ферму она была в раннем доступе и честно говоря она намного как бы по виду она намного хуже была вот честно скажу ой прикольный вот так вот давайте сейчас сделаем пару скриншотов давайте здесь возьмем квеста наверное сразу ух ты какой-то посмотрите на детка он такой кто ты что ты такое welcome town folk ну ладно я даже не буду пытаться что-то он говорит ла-ла-ла-ла ever since что-то ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла-ла talk 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 это похоже с людьми с какими-то нужно проразговаривать и и вот я прям на мини-карте вижу кстати вот с ним опять нужно что-то воскресать или это типа а ну вот задание наверное сдать квест потом может быть так по-моему с камнем что-то связано ух ты посмотрите мне дали молоточек видите в руках скорее всего да вот вот этот камень ну-ка оп откуда достал свет прикольно то есть просто добыть нужно камень и отнести марине какой-то ну-ка понятно персонажи озвучены конечно ну ладно окей так давайте вот а здесь ух ты доска объявлений давайте возьмем ой нет я отменил ооо stone arch что-то а давайте возьмем ну почему бы нет наверное дополнительное задание я так понимаю это что-то типа торговцев или видите смотрите удышка серп а где показаны мои монетки я вот вижу какие-то здесь монетки но у меня денег не показано я не вижу окей а здесь что-нибудь другое продает по-моему то же самое топ камень зато у вас камень и вот вот это и вот это все украду так ох ты шпалка тоже еще все мое все 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 заберу так окей ты нам расскажешь хук так смотрите сразу ему чего-то можно сдать окей я что-то получил бабулька какая-то топор топор по-моему дают да топор смотрите дали ну и скорее всего вот эти деревья наверное ну-ка да смотрите видите даже подсказки есть еей шикарно так смотрите что-то осталось да что-то осталось какой-то пятачок типа может быть это сюда может потом можно что-то будет посадить или типа того так а ну-ка вот с этим нельзя ничего сделать нельзя ничего сделать ладно давайте еще по городу побегаем или это тупик воу там вон какая-то темнота котенок похоже понятно это типа знаете наверное какая-то дополнительная бонус типа найди котят по всей территории собери нужное там количество или что-нибудь типа такого скорее всего что-то потому что часто такое можно в подобных играх как ачивочки такие небольшие может быть на крыше какой-нибудь так ну-ка город такой небольшой там наверху что-то ну-ка в дома можно как-то попасть нет похоже нельзя ну по ним и видно что они такие специфического вида о сундучок ребятки нитки и что-то еще получил так хорошо так значит раз можно забираться на такие моменты то значит по-любому здесь будет какой-нибудь паркур или что-нибудь типа такого потому что ну как правило секретики всяческие так можно найти а это тропинка но наверху по-моему тогда ничего нет ладно нам нужно дерево дерево 16 деревов так топор для этого нужен давайте собирать задание начнем испит какой-то сприты один из двух у меня всего лишь так все отлично опять какую-то какую-то веточку собрали видите зарисованным все камушек конечно давайте соберем там видите буйволы какие-то ходят так мурк 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 вот куда-то туда меня направляют за каким-то мурком так я же а вот так вот ему похоже что-то отнести нужно будет так вот так тут в принципе на самом деле очень много всяких палок валяется всего и кстати я бы хотел проверить может быть топором или топором или молотом можно будет ломать ящики сто процентов ребят довольно-таки прикольно атмосферно так сделано вот эти вот а ну вот видите а ну вот молотом похоже да можно ломать и потата сид то есть семечки потата я нашел это прикольно давайте вот видите стрелка у меня на карте показана может быть куда-то 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 непонятно куда оп собрали камушек уже утро наступает я не вижу никакой энергии поэтому не буду спешить все вы распились сейчас я вас рублю жесть я что-то очень суровый какой-то взял срубил смотрите у меня семечко появилось ну-ка точно и срубил дерево посадил дерево все отлично белка червяк какой-то смотрите бочка только надо переключаться поставить о kingdom coin какой-то давайте сюда сбегаем ну стрелка сюда идет так надо привыкать что ох ты руда какая-то посмотрите у меня скорее всего кирку какую-то нужно будет и вот куда-то мне туда нужно ребят лет ор ну-ка давайте сбегаем посмотрим что здесь ну-ка у меня сейчас дух наверное спрайт вот эту вот штучку нужно сюда спрайт а окей спрайт спрайт так давайте тогда посмотрим другие квесты вон там видите вот это что такое easy dog так я даже не знаю куда типа бежать так я вот 46 вот чувак стоит видите ну вот надо ему установить лан давайте сбегаем куда-то вот туда вот нас направляет за к марине какой-то марина груфл я типа локацию новой открыл что ли типа такого похоже карта не маленькая честно ооо да тут посмотрите карта вообще не маленькая ребятки оооо там город офигеть я же где-то здесь в пещере был нет нет а вон там в пещерке был понял я сейчас бочечки здесь сейчас разобьем что-то в бочках ничего нет музыка такая еще эпичненькая да эхей все нормально блин офигенно ребят мне нравится музыка хорошая саундтрек просто такой довольно таки отличный не на то что впечатляющий но он очень атмосферно подходит к игре эй червячков вот такое чувство что их можно собирать они же не просто так ползают я вон там вижу видите сундучок я прям вижу что туда можно даже не то что можно а нужно я бы сказал да ну-ка а может быть я и не прав и здесь наверное может быть какой-то предмет нужен ну предмет скалолазания к примеру какой-нибудь чтобы а нет спокойно запрыгивать просто нужно типа набраться терпения единственное вот 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 единственное что проблемка тут с камерой такой типа слишком она резкая что ли какая-то вот то есть видите он еще и так его отбрасывает нашего персонажа надо привыкать вот к этому есть по-моему очень круто прям вот прям шикарно смотрится смотрите там вон горы какие-то блин везде шикарно мне нравится открытость мира прям потрясает немножечко я не скажу что конечно это прям вот знаете дали дальние но уже я вот уже сколько пробежал довольно таки прилично но бегает он тоже вообще-то быстро я принес тебе камень изи док а и док построили собственно вот так вот отлично я по-моему просто молодец нет чем ого ребятки смотрите всяких материалов это интересно на самом деле вот по игре можно ну как сказать по масштабу игры можно понять сразу по материалам то есть вот у торговцев часто такое если много всяческих материалов значит очень много крафтов и вариантов добычи этих материалов что это такое воу это новый дух похоже ааа вот как раз наверное двух духов то и нужно было найти чтоб да вот видите следующее задание у меня ну-ка а ты что у нас ух ты еще больше по-моему тут уже так понятненько так и вот видите вот у меня сейчас отправляют типа меня вот там два духа где нужно использовать так ну-ка 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 блин ничего нет жалко так окей давайте посмотрим карту очень интересно сейчас какие масштабы карты но в принципе я бы не сказал чтоб они прям вот увеличились в разы потому что кстати вот квест здесь и вот здесь и вот я какой-то квест пропустил здесь вообще он вопрос типа есть ну-ка давайте вот туда вот сбегаем у нас еще есть немножечко времени чтобы поиграть большие выпуски по этой игре я не буду делать потому что ну ребят не интересно смотреть большой выпуск так смотрите чувак какой-то привет а че не спишь красный нос он по-моему мне дает серп да и говорит добыть ну да я так и знал шикарно ну я прям представляю как мы будем засеивать поля пшеницы каких-нибудь культур чтобы потом продать может быть обменять на квесты или еще что-то что-то такое сто процентов что-то типа такого будет куэл шикарно шикарно уголь это хорошо и комплит есть есть выполнили так шикарненько теперь теперь-тепер если обратиться к нам к нашему это вот так давайте вот так вот проверим вот здесь вот сдать можно и давайте все-таки тогда сбегаем и попытаемся ферму расколдовать так как у меня теперь два духа есть я думаю у нас получится это спокойно ну-ка буйбул у тебя какой он эти жопы ко мне поворачивается постоянно стесняшка реально стесняшка что ты прям посмотрите а он типа от меня убегать таким образом хочет да ой господи ну игрушка милая да я уверен что она многим зайдет я уверен что как бы все не говорили что я брутальный чувак смотри семечку можно посадить сюда но у меня нету ничего хотя вот это же семечка нет не сажается так а вот это вот тоже не сажается о я что-то посадил из горшка с вопросом ну ладно окей я как бы не против а кстати и теперь да вот видите взаимодействия нет значит она как-то ну сама будет расти наверное да интересно будет здесь со временем какой-нибудь транспорт или еще что-то что-нибудь такое интересно вот так ну-ка давайте ребятки да давайте два духа пам и похоже это ребят наша как раз таки ферма будущая вот у меня прям прям предчувствие такое вот прям вот серьезно репейр восстановить ферму а ну вот она это точно моя ферма и как видите уже у меня сразу какие-то да какие-то вон появились сбоку параметры и о боже какой сундук да понятно я либо сюда что-то складывать смогу либо что-то забирать наверное немного не понимаю здесь смотрите огромная книга появилась в которой как раз таки вот и будем спейс бюд видите пока ничего нету но это уже наверное другую серию нужно да то есть оставлять вам воу воу нет это я типа так бегаю ааа прикольно очень прикольно ребят ферму наверное со временем расширять можно здесь что у нас так здесь у нас а это дух новый смотрите третий э что почему ты какой злой почему они все ворчат это получается все наш как бы домик да воу воу сундучок и он как бы открыт но как бы и закрыт так извиняюсь отвлекли хочу наверх хочу за сундучком блин ребят не знаю как вам мне игрушка понравился я люблю подобного жанра игры они ну как сказать они часто не напрягают да ты с удовольствием в них играешь так понятно типа уже моя сумочка ох ты ж очки у меня есть какие-то а как я их я их могу одеть интересно а как вообще где у меня ага на тап инвентарь оказывается оу да тут прям такие вот очки я одел смотрите я могу такой комбинезон ооо вот это уже по нормальному а то у меня какая-то шапка дурацкая была так инструменты котейки какие-то смотрите здесь опять что-то что происходит крафтинг чего-то о боже а ну вот уже три духа у меня есть и я так понимаю их тут да их тут штук двадцать по-моему если не больше а вот животные нашел всякие вот разные о господи здоровенные какое-то что-то ну и квесты ребята в ней разбираться разбираться и разбираться игрушка ну честно скажу она интересная здесь есть к чему наверное стремиться есть во что поиграть так что наверное я сделаю несколько серий по этой игре ставьте лайки не стесняйтесь потому что игрушка вы сами прекрасно видите я думаю многим будет интересно многим будет интересно как дальше как видите у меня уже вот появились какие-то рецепты скорее всего можно будет что-то построить но это уже в следующей серии всем всего удачи и пока в следующей серии